Книга пророка Исаии, глава третья Вот Господь, Господь Саваоф, отнимет у Иерусалима и у Иуды посох и трость, Всякое подкрепление хлебом и всякое подкрепление водою, Храброго вождя и воина, судью и пророка, и прозорливца, и старца, Пятидесятника и вельможу, и советника, и мудрого художника, и искусного в слове. И дам им отроков в начальники, и дети будут господствовать над ними, И в народе один будет угнетаем другим, и каждый ближним своим. Юноша будет нагло превозноситься над старцем, и простолюден над вельможою. Тогда ухватится человек за брата своего, в семействе отца своего, и скажет, У тебя есть одежда, будь нашим вождем, и да будут эти развалины под рукою твоею. А он, склятвою, скажет, не могу исцелить ран общества, и в моем доме нет ни хлеба, ни одежды, не делайте меня вождем народа. Так рушился Иерусалим, и пал Иуда, потому что язык их и дела их против Господа, оскорбительны для очей славы Его. Выражение лиц их свидетельствует против них, и о грехе своем они рассказывают открыто, как содомляне, не скрывая горе душе их, ибо сами на себя навлекут зло. Скажите праведнику, что благо ему, ибо он будет вкушать плоды дел своих, а беззаконнику горе, ибо будет ему возмездие за дела рук его. Притесните ли народа моего дети, и женщины господствуют над ним, народ мой, вожди твои вводят тебя в заблуждение, и путь стезей твоих испортили. Восстал Господь на суд и стоит, чтобы судить народы. Господь вступает в суд со старейшинами народа своего и с князьями его. Вы опустошили виноградник, награбленное у бедного в ваших домах. Что вы тесните народ мой и угнетаете бедных, говорит Господь, Господь Саваоф. И сказал Господь за то, что дочери Сиона надменны, и ходят, подняв шею, и обольщая взорами, и выступают величавою поступью, и гремят цепочками на ногах, оголит Господь темя дочерей Сиона и обнажит Господь срамоту их. В тот день отнимет Господь красивые цепочки на ногах и звездочки, и луночки, серьги и ожерелья, и опахала, увясла и запястья, и пояса, и сосудцы с духами, и привески волшебные, Перстни и кольца в носу, верхнюю одежду и нижнюю, и платки, и кошельки, светлые тонкие япончи и повязки и покрывала, И будет вместо благовонья зловонья, и вместо пояса будет веревка, и вместо завитых волос плеш, и вместо широкой япончи узкое вретище, вместо красоты клеймо. Мужи твои падут от меча, и храбрые твои на войне, и будут воздыхать и плакать ворота столицы, и будет она сидеть на земле опустошенная. Субтитры создавал DimaTorzok